Ильф и Петров, Гоголь, Рабинович, Одессит, Миша, Одесса, Мама. На сегодняшний день сад скульптур литературного музея насчитывает 17 памятников, посвященных литературным героям, классикам прошлого и современности, чья судьба была связана с Одессой. Проект в честь музейного братства является логическим завершением многолетней традиции. Мне жалко, конечно, что это последняя работа, потому что к хорошему привыкаешь быстро. Мне так нравится приезжать 1 апреля в Одессу, прекрасный повод. Тема музейных работников была выбрана не случайно. В этом году исполняется 30 лет со дня начала работы литературного музея. Новый экспонат стал подарком работникам, чей труд, как правило, остается незамеченным. Мы эту работу должны были бы посвятить всем музейщикам мира. Потому что это первая работа, посвященная музейщикам. Ничего подобного до нас никто не делал. Ну, чтобы нас не обвинили в излишней амбициозности одесситов, мы посвятили музейщикам Одессы. Экспозиция под открытым небом будет работать и дальше. Ведь за годы существования садскульптур стал своеобразным брендом города, говорят сотрудники музея. Сад будет продолжать жить своей бурной жизнью. Здесь проводятся праздники различные. А этот проект плавно перейдет в следующий проект – Одесский двор, который мы начали уже в прошлом году и хотим приурочить 220-летию со дня Одессы. Проект «Одесский двор» – это еще одна экспозиция под открытым небом, где будет создан собирательный образ одесского двора со всей соответствующей атрибутикой. Однако это уже совсем другая история. Илона Гандзи, Виталий Прус, Думская ТВ.